Ночью, как вы знаете, киевский режим с помощью беспилотников атаковал несколько объектов в ряде российских областей. По предварительным данным, в Пскове нападению подвергся военно-гражданский аэродром. В Брянске повреждено административное здание в Дзержинском районе Калужской области. Беспилотный летательный аппарат попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Украинские беспилотники были сбиты в Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областях. По предварительным данным, в результате этих атак пострадавших, к счастью, нет. Вместе с тем, налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают туристическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь в такое расстояние, бесчетно проработанного с учетом информации именно западных спутников, украинские беспилотники просто не смогли бы. Опасность представляют также неразорвавшиеся боеприпасы данного типа. В результате их детонации 18 августа в Донецке погибли три человека. Это является прямым подтверждением того, что поставки западными странами, в первую очередь США, оружие на Украину ведут к росту жертв среди гражданского населения. Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.